Темпы репатриации в Израиль из России из постсоветского пространства в последние месяцы заметно выросли. По данным Министерства репатриации и интеграции, с начала 2022 года из России в Израиль приехали 19 618 евреев и членов их семей. А в 2021 году эта цифра была такая – 7824 репатрианта за весь год. С февраля в Израиль из России прибывают более 3000 новых репатриантов в месяц. Тем не менее, приток новых граждан из России уступает волне репатриации из Украины. Только по программе «Алим Абайта» – «Возвращаемся домой» – из незалежной в Израиль прибыли 31 723 новых репатриантов. Нагрузка на управление МВД по делам регистрации населения и иммиграции заставила это ведомство восполнить дефицит рабочей силы на пунктах пограничного контроля и в отделах оформления загранпаспортов «Дарконов». На минувшей неделе приняли решение добавить в штатное расписание 125 ставок. В Израиле знают, что достаточно много приезжающих из России совершают репатриацию с целью получения израильского гражданства и приобретения «Даркона». Часто это относится к людям, собирающимся жить на две страны, проводя часть времени в Израиле, а часть в России. Именно эти репатрианты не готовы ждать оформления заграничного паспорта длительное время и находиться при этом в Израиле. Первыми шагами в Израиле довольны 70% репатриантов «Новой волны». 74% очень довольны материальной поддержкой со стороны государства и устройством детей в детсады и школы. Большинство репатриантов из России и Украины, которые прибыли в Израиль в начале 2022 года, собираются остаться в еврейском государстве. Это подтверждает опрос Министерства репатриации и интеграции. Его представил профессор Ариэльского университета Зеевханин на форуме Евроазиатского еврейского конгресса. Формально у израильских иммиграционных органов нет полномочий делить новых репатриантов на тех, кто решил сделать еврейское государство центром жизни. И тех, кто заинтересован во втором гражданстве и запасном аэродроме. Поэтому и решили пойти навстречу всем и максимально ускорить получение загранпаспортов. К тому же жизненные ситуации бывают разными. И причины, по которым новый гражданин должен вернуться в страну исхода вскоре после репатриации в Израиль. К таким поводам можно отнести состояние здоровья, свое или близких, незавершенные дела, имущественные вопросы. Недавно в соседнем Стель-Авивом городе Бнейбрак открыли дополнительный центр выдачи временных загранпаспортов Дарконзмани, который рассчитан на прием нескольких сотен посетителей в день. Временные паспорта выдают на два года. Затем самые нетерпеливые репатрианты могут явиться в МВД и заменить их на постоянный Даркон. Неожиданно на фоне всех мер, связанных с получением Дарконов, возник скандал с репатриантами конца 90-х, начала 2000-х годов. Речь идет о людях, которые по различным причинам некоторое время не проживали в стране. Это бизнесмены, работающие в России и странах СНГ, деятели культуры, связанные с кино, театром, музыкой, ученые, преподаватели, студенты. За время пребывания вне Израиля у них истек срок действия единственного документа – иностранного паспорта. В МВД Израиля эти граждане получают отказ о продлении. За гранд-паспорт им обменивают на лесопосе. Это временный и ограниченный по действию документ регламентирует въезд и выезд в различные страны и ущемляет свободу передвижения. Группа израильских адвокатов, членов Центра помощи репатриантам, обратилась в Высший суд справедливости «Богац». Эта мера применяется исключительно к выходцам из бывшего Советского Союза России и стран постсоветского пространства. Это дискриминация и месть репатриантам за то, что они жили и работали в странах исхода. Адвокаты обратили внимание суда на то, что если уроженцы Израиля вывезли в США или в Канаду в младенческом возрасте, то он имеет право получить свой Даркон в любой момент на протяжении всей жизни. Даже если он ни разу за это время не посетил еврейскую страну, где родился, он и его родители. Однако наказание в виде непродления Даркона и выдачи лесопосе применяется только к русскоязычным гражданам страны. Защитники интересов этой категории израильтян сообщили, что министр внутренних дел Айелет Шакет и сотрудники ведомства отказались встретиться с руководителями Центра юридической помощи репатриантам, чтобы найти решение проблемы.